здравствуйте с вами программа гипотеза и я лилия или кого сегодня у нас в гостях очень интересный собеседник михаил владимирович карпов доцент школы истоковедения факультета мировой экономики и мировой политики него высшая школа экономики добрый день добрый день сегодня я предлагаю поговорить о том мире который сложился у нас вот на настоящий момент и о тех изменениях которые происходят в международных отношениях в связи с пандемией с тем что условия для складывания международных отношений стали вообще немножко другими чем мы привыкли я бы хотела зайти сразу знаю что вы китаист очень известный в этой области я хотела бы сразу зайти именно на китайскую тему и с таким с такой вот цитаты которая из вашей новой книги самым большим мифом о китае является то что эта страна перестала быть социалистической это цитата из книги мечта о китае которую вы использовали своей работе поэтому конечно такой сразу вопрос китай та страна в которой власти находится коммунистическая партия как вы относитесь к этой цитате то есть к такому высказыванию вообще насколько эта страна социалистическая или она капиталистической или как можно вообще охарактеризовать современный китай с вашей точки зрения спасибо дело в том что она поскольку поскольку я взял эту фразу в качестве эпиграфа к своей книге то конечно я к этой фразе отношусь хорошо то есть я считаю что она достаточно адекватно отражает существо так сказать китайской проблематики на самом деле тут надо сказать что сами китайцы своей официальной политической риторики терминологии они достаточно верно достаточно верно определяют сущность так сказать своей системы своей страны это социализм с китайской спецификой вот как бы может быть это не звучало несколько идеологизирована на самом деле это действительно так под социализм я понимаю данном случае конечно не идеологию а под социализм я понимаю определенные это сказать политико экономические практики институциональной практики которые существуют современным китае это связано безусловно с политической политическим руководством монопольным политическим руководством коммунистической партии которая представляет из себя партийное государство и который по сути дела является ключевым интегратором всех сфер общественно-экономической общественно-политической жизни современного китая и это естественно просто в силу природы самой природы такой системы она предполагает определенной практики которые мы знаем из истории 20 века и которые в китае во многом до сих пор сохраняются и китайцы считают что это в общем их как бы сила в этом они слабости это практики которые можно назвать так сказать государственно-социалистическим вот в этом смысле до китай является страной социализма при этом на ваш взгляд имеет ли место быть в китае промышленный капитализм с моей сугубо личной точки зрения нет там есть элементы государственного капитализма но с моей точки зрения опять же понимаете это сложный такой сюжет я не знаю насколько его стоит здесь обсуждать скорее для академических дискуссий чем для публицистической программы но опять же зависит от того как мы определяем капитализм но в данном случае с моей точки зрения кратко говоря эта система носит все-таки государственно-социалистический в основе свой характер с элементами рыночной экономики но элемент рынка это не значит элементы капитализма хотя элементы госкапитализма там есть но если уж так уж хотите откровенно то это просто такая государственно-арьентная система это государственно-арьентная система где государство выдает так сказать неким экономическим актором некоторые из них могут быть внешне выглядеть не не государственными, но государство выдает им определенные активы для арендного использования. То есть, на определенных условиях эти акторы арендуют государственную собственность фактически. Вот что мы соблюдаем. И потом, на определенных условиях они делятся с государством произведенной продукцией или чем-нибудь. То есть социализм с такими рыночными поправками, он может быть эффективным. настолько эффективным, что Китай называют одной из крупнейших экономик. Нет, дело в том, что эта система в китайских условиях абсолютно уникальна. Она не могла быть повторена ни в Советском Союзе, ни в Восточной Европе. Это абсолютно китайский случай. Почему? Ой, опять же, очень специальный вопрос. В основе такого рода трансформации лежит всегда реформа цен. И вот у меня нет возможности, просто я много занимался и советской перестройкой, и сравнивал на самом деле это с китайскими реформами. И в основе своей, конечно, дело не... Ну просто часто примутся такие сравнения. Вот Китай смог, а здесь все свое внимание. Не-не-не-не, это абсолютно неуместно, потому что все упиралось в реформу. Понимаете, это упиралось во многое вещи. Это упиралось в культуру, это упиралось в менталитет, это упиралось в степень централизации системы там и так далее. Но где в Советском Союзе она была очень высокая, в Китае она была намного меньшей. Но в конечном итоге это вот реформа цен, реформа ценообразования. И в Советском Союзе, как и в других странах Центральной и Восточной Европы, где существовала по сути советская модель, там такая реформа цен была невозможна в силу очень высокой степени централизации экономического управления и ценообразования. В Китае в силу других ряда обстоятельств вот китайская реформа цен оказалась возможной. Я об этом, кстати, писал вот в этой книге, книга из которой, который вот этот вот эпиграф, фраза эпиграфом является. Это как раз книга о китайской реформе цен, как раз о том, что эта реформа возможная в Китае оказалась, была просто объективно невозможна в европейских вариантах государственного социализма. А вот тут еще, я все-таки не удержусь, зачитаю еще одна очень интересная цитата, которую вы использовали в этой же книге в качестве эпиграфа. Милтон Фридман, лидер Чикагской экономической школы, губернатору провинции Сычуань, призывая ускорить темпы рыночных реформ в Китае. Не следует отрезать мышиный хвост по одному дюйму, чтобы уменьшить боль, надо отсечь хвост одним махом. Губернатор провинции Сычуань в ответ, Милтон Фридмана. Мой дорогой профессор, у нашей мыши столько хвостов, что мы даже не знаем, с какого именно начинать. Ну, просто замечательная цитата, на мой взгляд. Видимо, отражает как раз то, про что вы сейчас говорили, что это очень специфический кейс. Это отражает то, что современная китайская экономика функционирует на договорных принципах. И поскольку, по сути дела, каждый или почти каждый из экономических акторов, как клиент, обращается к партийному государству как к патрону, договаривается с ним в определенных условиях своего социально-экономического воспроизводства в этой системе. Поскольку акторов очень много, и договоров очень много, поэтому я называю систему многоколейной. Каждая колея — это есть сумма условий, на которых данный актор договаривается с партией и государством как бы себя социально-экономически воспроизводить. Вот это и, собственно говоря, охвасты этой мыши. Для того, чтобы с этой системой что-то делать, как-то ее реформировать, необходимо что-то делать вот с этими договорными колеями. А вот что с ними делать, не до конца понятно. То есть, на самом деле, это вот такая вот социалистическая, государственно-социалистическо-ориентная договорная экономика, в которой есть элементы государственного капитализма, но которая по своей природе системно все-таки капиталистической, с моей точки зрения, не является. Хорошо. Ну и вот если все-таки продолжить разговор о Китае и о китайских, скажем так, международных отношениях к Китаю. Какое-то время назад мы достаточно часто в СМИ, в публицистике встречали такое название «Чимерика», который относился именно к очень плотному экономическому союзу Соединенных Штатов и Китая. Он был очень бурно развивающийся, и благодаря, может быть, этому как раз Китай вот находится, может быть, на вершине своего экономического сейчас, ну, в очень хорошем состоянии своего экономического развития. А потом в последние вот сколько, наверное, года 4-5, как-то этот проект стал немножко сходить со страниц СМИ и заменяться наоборот. Вот именно в западных СМИ стали появляться часто такие формулировки, как «Союз России и Китая», что именно Россия и Китай вот сейчас являются главными угрозами, и там с разных точек зрения, конечно, и вот именно этого союза следует избежать. При этом высказываются такие точки зрения, что запад своей политикой наоборот формирует этот союз России и Китая. Но как бы то ни было, именно вот часто стало такое фигурировать, именно Россия и Китай, дружба, либо там очень тесный союз. И вот с вашей точки зрения, насколько действительно такой союз России и Китая имеет место быть в плане экономического сотрудничества, в плане политического сотрудничества, каковы его перспективы? Потому что, опять же, хороший такой вопрос, насколько действительно можно опираться на Китай и на его политическую поддержку в условиях международных санкций. Потому что мы несколько раз замечали такие ситуации, когда, казалось бы, ожидалась полная стопроцентная поддержка со стороны Китая в каких-то голосованиях, но он в силу разных причин либо выдерживался, либо не высказывался настолько резко, как от него ожидали. Ну, я бы сказал так, что вы поставили сразу огромное количество сейчас вопросов. Несколько. Не удержалось. Давайте начнем с того, Россия и Китай – это союз или это складывающее сотрудничество? Или это давно сложившееся? Во-первых, в основе российско-китайских отношений лежит на самом деле апрельская декларация 1996 года, подписанная со временем Ельциным медиан-заменима, в которой заложены основы российско-китайских отношений. Кстати говоря, договор, который в 20-летии, который отмечается в этом году, значит, он тоже был основан, по сути дела, на этих договоренностях, на Шанхайской декларации 1996 года. И тогда именно была сформирована, сформулирована вот эта вот идея о российско-китайском стратегическом партнерстве. Я считаю, что эта идея до сих пор актуальна. Я считаю, что эта идея, в общем, в основе своей абсолютно верна. Стратегическое партнерство не является союзом. И, как бы, насколько я понимаю, ни с китайской стороны, ни с российской стороны, на самом деле, при том, что там есть определенные, допустим, публицисты, которые там говорят про некий союз и так далее, на самом деле, я, насколько я понимаю ситуацию, все-таки ни с российской, ни с китайской стороны желание заключать какой-то реальный военно-политический союз, то есть этого желания нет. И я более того, считаю, что это, в общем-то, наверное, и невозможно, потому что союзнические отношения с Китаем очень существенно сократили бы именно союзнические отношения. Ну, понимаете, у Советского Союза были союзные договоры с Китаем 50-го года, да, потом Соединенные Штаты Америки, но с чем все закончилось? Закончилась конфронтация. А, значит, у Соединенных Штатов Америки потом были определенные такие поползновения к близким союзническим отношениям с Китаем в контексте холодной войны, противостояния Советского Союза. Ну, чем закончилось? Тоже, в общем, закончилось, так сказать, взаимным неудовольствием. Поэтому, наверное, союз, все-таки, мне кажется, он не просто даже нецелесообразен, я думаю, что он и невозможен. У России свой интерес, у Китая свой интерес. Они далеко не во всем совпадают. И вот мне представляется, что вот эта вот формулировка о стратегическом партнерстве, она идеальна и формальна, и неформальна, и де юре, и де факто. То есть она предполагает возможность взаимодействия там, где это действительно необходимо, возможно и целесообразно для обеих сторон. При этом там, где, допустим, нет такого императива взаимодействия, ну и не нужно взаимодействия. А что касается, как бы, насколько опираться на Китай, вы знаете, я об этом много писал, кстати говоря, и в частности, да. У меня были статьи в журнале «Россия в глобальной политике». Я писал о том, что, может быть, в какой-то момент у российского, у какой-то части российского политического и экономического класса возникли несколько завоочные ожидания от Китая. Ну, они, в общем, не реализовались, они не могли реализоваться. Почему? Ну, потому что у Китая есть какие-то свои интересы, у Китая есть свои позиции по целом ряду вопросов, далеко не всегда совпадающие с российской позицией. Вот, в том числе и по вопросам, допустим, украинского кризиса, по вопросам, так сказать, проблематике крымской ситуации. Тут мы не во всем совпадаем с Китаем, на самом деле. Вот, и потом были достаточно завышенные ожидания от китайской экономической помощи. Ну, я помню эти сюжеты, это вот 14-е, вторая половина, 14-е, 15-е годы. Я уже тогда сам говорил, это все есть в интернете, это все можно найти и в печатных изданиях. Я говорил в своих неоднократных интервью тогда, в разных форматах, в разных СМИ, в разных площадках, подчас прямо противоположных идеологически. Я говорил, что это не стоит ожидать таких вещей от Китая. Ну, скажем, говорить, например, о том, что Китай может заменить финансово западные кредиты. Китай в силу неконвертируемости юаня в Китае. Китай, просто китайская банковская система не занимается ритейл-кредитованием иностранных ферм. Они просто не могут этим заниматься. Да, были такие ожидания. Да, были такие ожидания. Китайские кредиты, китайские дешевые кредиты. Да, но китайцы дают связанные кредиты, так сказать. В долларах кредиты давать там им тоже. Это политическое решение. Понимаете, китайская экономическая политика, это политическое все связано с политикой. Тут связаны, тут много моментов. А получая кредиты в юанях китайцы дают связанные кредиты и так далее. Нет, они дают какие-то кредиты. Но говорить о том, что они, безусловно, я сам вообще являюсь сторонником российско-китайского взаимодействия. И я считаю, что Россия с Китаем обязана иметь хорошее отношение, потому что у нас уже были периоды плохих отношений, конфронтации. И на самом деле ни той, ни другой стране ничего хорошего это не принесло абсолютно. У нас одна из самых протяженных сухопутных границ в мире. И здесь просто необходима система безопасности, взаимного доверия и так далее. И на самом деле, вот с моей точки зрения, вот этот формат стратегического партнерства, как я описал, он оптимально подходит до российско-китайских отношений. Ну и, кстати говоря, для того, чтобы не иметь каких-то завышенных иллюзий от Китая, Китая надо изучать. И как бы вот это тоже... Отчасти, отчасти, я ничего плохого ни про кого не хочу сказать, но просто отчасти вот эти вот завышенные ожидания от Китая, там, 2014-2015 годов, они были связаны, может быть, с недостаточным пониманием того, что такое Китай, как он функционирует. Притом, что это глобальная цивилизация просто, старая. Ну, тут, знаете, я не люблю эти цивилизации, я, честно говоря, не являюсь тройником цивилизационного подхода, но неважно, там цивилизация, не цивилизация, но современный Китай — это все-таки уже современный Китай, не надо его совсем уж традиционализировать. А в чем он отошел? То есть, в чем его не надо так традиционализировать? То есть, в чем такая разница? Ну, слушайте, страна, которая прошла мощнейшую социалистическую модернизацию. Ну, это все равно, что современную Россию сравнивать, там, понимаете, с Россией, там, 100-летней давности. Так и сравниваются. Ну, и ошибаются, сравнивая, и фундаментально ошибаются, сравнивая. Китай — это страна, которая прошла очень в 20 веке, во второй, в середине, во второй половине 20 века, прошла очень сильную социалистического типа модернизацию, в том числе культурную революцию, так называемую, так сказать. Да, и, как бы, понятно, что сейчас определенное возрастание, рост, определенный рост интереса к традиционной культуре. Это понятно, естественно, это, как бы, некое возвращение, это попытка какого-то, так сказать, вот самоосмысления, как и у нас это тоже происходило. Но, тем не менее, все-таки мне представляется, что социокультурные основы китайского общества за последние, там, 70 плюс-минус лет, они, конечно, претерпели очень значительные изменения, и рассматривать современный Китай как традиционный Китай, как некого наследника, так сказать, вот традиционной китайской, ну, как вы говорите, цивилизации, я бы сказал, вот этого конгломерата китайских культур я бы не стал. То есть, это Китай, безусловно, ну, как Россия, Россия, но, как бы, все-таки здесь очень сложно говорить о том, что вот, вот, не надо, с моей точки зрения, я знаю, что, может быть, не все со мной согласятся, даже в том числе среди специалистов, но я бы не стал бы вот так вот традиционализировать современный Китай. Хорошо, мы с вами практически изобрели новое слово. Да. Практически, уже спокойно выговариваю. А все-таки, возвращаясь вот к Китаю в международных отношениях и к проекту Чи Америка, вот как вы оцениваете причины, по которым случилось и происходит определенное охлаждение в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами? Как вы считаете, связано ли это с тем, что появились, может быть, ожидания, что экономический рост Китая приведет к тому, что эта страна станет, ну, в экономическом плане превосходить Соединенные Штаты? Значит, так. Первое, я сразу хочу сказать, опять же, может быть, не все со мной будут согласны, но... Это самое интересное. Да, я с самого начала был большим, ну, у меня был большой скепсис относительно этого, этой концепции Чи Америка, и я, как бы, вообще этот термин даже не люблю. Дело в том, что никакой Чи Америки не было, нет и не будет. Даже как не было, нет и не будет никакой холодной войны, как сказать, в том виде, в каком она была, там, там, 70 лет назад, 70-70 лет тому назад между Китаем и Соединенными Штатами, США, другая эпоха. И Америка другая, Китай не СССР, не в буквальном смысле СССР, это разные вещи. Был так называемый проект, да, вот такой я его называю финансовой глобализацией, финансово-компьютерной глобализацией, в рамках которого, как известно, ну, это всем известно, собственно, технологии, непосредственно производства перетекло в Китай, да, как производственные цепочки, многие производственные цепочки завершаются в Китае. А Америка, Соединенные Штаты Америки, Запад в целом выступает, не только Штаты, кстати, да, выступают, как бы, экспортером технологий, ну, и денег. Насколько это чимерика, не чимерика, ну, не знаю, это определенный этап глобального экономического развития. Значит, в ходе этого развития, в специфических условиях 90-х годов, в условиях вот этого вот очень оптимистического, либерально-оптимистического, такого, я бы сказал, леволиберально-компьютерно-оптимистического видения будущего, да, когда вот мир открывается, везде интернет, все проникает, и все видно, и везде инстаграм, и фейсбуки, и тут все растет, и вообще, вообще уже говорили о компьютерном способе производства, о том, что уже, так сказать, разница финансовых систем не столь важна, разница политических систем не столь важна, цивилизации все одинаковые, все прекрасно, в общем, все толерантность, политкорректность, интернет и финансовая глобализация, вот. Я, кстати говоря, не склонен, как бы, все это так уж совсем ответить, то есть я являюсь критикой, я всегда был критиком этого видения, я говорил, что это путь, всегда говорил, что это путь, как бы, в никуда. Но этот 30 лет, ну, 25 полных лет мы отпахали на этом пути, и, в общем, как бы, много достижений, безусловно, человечество никогда не жило так хорошо, как живет сейчас, безусловно. И воин, как бы, таких крупных нет, и, на самом деле, не будет, я думаю. Это все достижения вот этой эпохи, но эта эпоха, безусловно, исчерпала свой потенциал. Так вот в рамках этой эпохи, на самом деле, довольно примитивной, примитивно понятой, это эпоха, когда люди отказывались от интереса к истории, на самом деле, люди отказывались от интереса к культуре, на самом деле, к реальным проблемам, так сказать. Казалось, что вот все идет, вот кликнешь, и в Инстаграме все хорошо. А вот выяснилось, что кликаешь, а Инстаграм, так сказать, не отражает реальность. Он отражает, он картинку дает тебе, а реальность он не отражает. Вот, и вот в рамках этой вот концепции, вот в этой вот концепции, казалось, что в Соединенных Штатах Америки, казалось, что, ну, это была концепция такая, мы engage China, да, мы, так сказать, Китай привлекаем, интегрируем, делаем его, как по-английски говорят, да, так сказать, responsible stakeholder, надо сказать, ответственного держателя акций, глобального порядка. Ну, и Китай, так сказать, ну, China growing, so capitalist, да, Китай такой растет, такой капиталист. Я всегда добавляю в таких случаях немножко сиронично, как какие-то американцы тоже любят говорить, Chinese food is so good, да, и китайская кухня еще, к тому же, такая вкусная. Вот, ожидалось, что Китай, и с точки зрения внешней, и с точки зрения внутренней, и, что главное, важно очень, политики, он будет, как бы, развиваться в сторону, условно говоря, рынка и демократии. Ну, и, как бы, будет встраиваться в систему вот этой глобальной экономической политики. А выяснилось, что Китай, во-первых, нельзя сказать, что не встроился в эту систему глобальной экономической политики, но встроился весьма специфически. он, как бы, встроился не как составная часть этой глобальной системы, в буквальном смысле этого слова, а как, вот, чисто товарная ее часть, поставщик товар. А с точки зрения внутренней ситуации, вот, ну, вот, да, там реформы шли-шли-шли, до какого-то предела, а потом, а потом, как бы, вот, в силу разных причин выяснилось, что система, она, в общем, не сильно трансформируется внутренняя. Она, как бы, не идет в сторону рынка демократии. Она, как бы, вот, создала вот этот, вот, на самом деле, достаточно устойчивый костяк вот этой, вот, как я сказал, рентно-социалистическо-государственно-договорной экономики с элементами госкапитализма. И, на самом деле, это ее вполне устраивает. Ключевых игроков системы вот эта конструкция вполне устраивает. Ну, действительно, эта конструкция, собственно, и дала, вот, все те плюсы, которые, ну, обычно говорят, когда, которые отмечают, когда говорят о Китае. Вот, и получилось, что, как бы, Китай-то, как бы, начал, в общем, он сформировал какую-то свою такую конструкцию, которая, на самом деле, фундаментально, с моей точки зрения, остается государственно-социалистической. Ну, и, разумеется, она развивается, у нее по определенному, хотя она очень неравномерно развивается. В Китае очень большие проблемы внутренние. Но она, как бы, вот, оказалась достаточно устойчивой в моей системе, безусловно. И она начала оппонировать Соединенным Штатам. Насколько Китай реально может стать, там, превзойти Соединенные Штаты, понимаете, у Кит... Ну, я... Это долгий разговор. Я считаю, что пока у Китая нет своей национальной конвертируемой валюты, то, конечно, говорить о том, что он является каким-то серьезным конкурентом Штатов, я бы не стал. Потому что китайцы зависят от доллара. Китайцы критически зависят от доллара китайской экономики. Потому что доллар является непрямым, но косвенным инструментом внутреннего регулирования, экономического регулирования в Китае через регулирование обменного курса. И поэтому, конечно, говорить о том, что Китай в полном смысле слова может составить конкуренцию Америки, теоретически он может ее составить, безусловно, если юань станет конвертируемым. Но пока юань не конвертируем, по счету движения капиталов, я думаю, что все-таки, конечно, Штаты здесь будут, так сказать, выполнять... Ну, как бы они будут... Китай не сможет в полной мере стать конкурентом Штатов. Но, безусловно, по каким-то позициям Китай может стать конкурентом Штатов. И мы видим, так сказать, элементы этого, в частности, там, ну, вот в компьютерной сфере и так далее. Я, кстати, не уверен, что это... Ну, в общем, это отдельный большой разговор. Я сам не инженер, поэтому мне трудно здесь судить. Но, как бы, эту тему я не хотел бы касаться. Но, потому что здесь мы выходим в поле каких-то инженерных суждений, я здесь совершенно профан. Но мы видим, что вот в целом в Соединенных Штатах Америки не только... Понимаете, это связано не только с Трампом. Трамп, как бы, он просто такой вот, ну, немножечко такой истерил на эту тему. Байден уже не истерит. Дело здесь в том, что просто действительно в американском политическом, как бы, классе, в американском экономическом классе, в американском, как бы, силовом эстеблишменте, в целом, неважно, республиканцы, демократы, в данном случае здесь, я думаю, имеет место быть некий консенсус, плюс-минус, сформировалось представление о том, что Китай, как бы, ну, выступает, как бы... Вот эта вот идея ингейджмента, идея, как бы, постепенной трансформации Китая через расширение его привлечения к глобальной экономике, эта идея не сработала. Эта идея не сработала. И Китай начинает выступать с каких-то своих собственных позиций, которые сильно отличаются от позиций Соединенных Штатов, как бы, ну, и так далее, и тому подобное. И я думаю, что вот это вот одна из причин, то есть, это ключевая причина вот этого вот, как бы, некого такого обострения китайско-американских отношений. Хотя, вы знаете, я, на самом деле, не стал бы степень этого обострения преувеличивать, потому что, особенно сейчас, после прихода Байдена, ну, при всех нюансах, все-таки вот эта вот трамповская истерика, она ушла. Администрация Байдена — это намного более профессиональные товарищи. И, во всем случае, внешнеполитические, я имею в виду. И я думаю, что до конфронтации с Китаем дело все-таки не дойдет. Я думаю, что они смогут какие-то моменты, ну, то есть, фундаментальные моменты уладить. Я не ожидаю сейчас пока, по крайней мере, какого-то резкого обострения отношений между Соединенными Штатами и Китаем. Я считаю, что позиции сторон, так сказать, застолблены. Но при этом есть, вот у них была встреча в Анкоридже, да, вот как бы там это... На самом деле ее почему-то рисовали в каких-то таких, исключительно драматических тонах, ничего драматического там не было. Товарищи, посмотрите, пожалуйста, все в Ютьюбе, там выложено полтора часа, можно посмотреть все эти выступления сторон. Ничего драматического там не было. Там стороны застолбили свои позиции, а потом они ушли за закрытые двери, начали обсуждать проблемы. Видимо, их достаточно хорошо обсудили. Поэтому я думаю, что сейчас даже наблюдается некое такое... Ну, разумеется, я свечу не держал, так сказать, я не знаю, но как бы у меня вот такое интуитивное ощущение, глядывая на все это со стороны, ощущение от некого такого вот, ну, оттепеля, что ли, в отношении этих определенных. Ну, то есть Китай переждал период президентства Трампа. Да, они, кстати говоря, да. И потом спокойно возвращаются к тому, что... Ну, спокойно, неспокойно, но посмотрим, там много элементов и неспокойства, безусловно. Но я думаю, что, в общем, вот период, так сказать, стучания, вот этого трамповского стучания, так сказать, там, ботинком, условно, фигурально выражаясь по трибуне, так сказать, я думаю, что этот период закончился. Ну, как-то вообще в последнее время, в последние несколько лет политика, она такая очень яркая. Не буду касаться латиноамериканской темы, потому что это будет очень надолго. Я, кстати, не специалист по латиноскому. Да, там тоже были такие достаточно яркие перепады, вот, и тропический Трамп свой. Но не могу не коснуться такого вопроса, поскольку же мы говорим о Китае и о постпандемийном мире. Вот как бы вы оценили ответ Китая на вообще ситуацию с пандемией? Потому что они оказались в сложной ситуации и с точки зрения эпидемиологической, как потом и весь мир, и с точки зрения политических каких-то взаимоотношений, поскольку их определенным образом обвиняли в том, что как бы именно из их страны пошел этот вирус. Но вот может быть сравнение, то есть какие страны, как бы сформулировать. Все-таки Китай достаточно страна, ну, с жесткой дисциплиной внутри, да, можно даже сказать, что... Ну, так производит впечатление, да, внешне, да. Но при этом достаточно быстро, вот, скажем так, забороли. То есть именно китайский тогда режим, вы считаете, он наиболее эффективным, наиболее эффективным в борьбе с пандемией оказался, или как? Или какие-то более демократические режимы, как, например, в Швеции, где вообще просто решили не обращать на это внимания, но пройдет, пройдет. Вы знаете, я вам скажу такую вещь. Или, может быть, как в Генгрии. Я честно, я честно говорю, мне очень трудно ответить на этот вопрос, потому что для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно было специально заниматься тем, как реально заниматься, не на уровне, так сказать, вот того, что пишут, а вот реально заниматься на основе источников, как в разных странах вот эту ситуацию, как бы с этой ситуацией вопрос решается. Еще найти все эти источники. И я, поскольку этим не занимался, поэтому мне трудно судить о том, что там, и я не представляю себе реальную ситуацию в Китае, как там это было. Поэтому я сейчас не хочу, это будет просто чисто в этой спекуляции, я как бы не спекулирую, честно, абсолютно, говорю, абсолютно искренне. Что касается эффективности авторитарных или там неавторитарных систем, ну, вы знаете, ну, наверное, чисто гипотетически, наверное, авторитарные системы на такого рода конструкции, на такого рода ситуации реагируют более может быть эффективно, мне трудно судить. Но, понимаете, опять же, если говорить о Китае, мне не совсем понятно, как эта ситуация там развивалась. Я вот честно скажу, честно, абсолютно. Ну, это, наверное, вообще мало понятно, потому что... Ну, поэтому, да, а раз это тебе непонятно, то я, как бы, об этом и стараюсь не говорить на эту тему. Что касается влияния пандемии, я могу сказать о влиянии пандемии на китайскую экономику, да, это я могу сказать, оно было негативным, по целому, оно было негативным. Я совершенно, ну, я критически достаточно отношусь к этим рассуждениям, что Китай там, знаете, Трамп обвинял Китая, что чуть ли не целенаправленно там пандемия... Нет, Китай сам очень сильно пострадал экономически от пандемии, это совершенно очевидно. И пандемия оказала, с моей точки зрения, я об этом тоже, кстати, говорил, довольно негативное влияние, как мне кажется, и стратегически на Китай, потому что перед Китаем стоит задача смены модели экономического роста, перехода от инвестиционной, вот этой затратной модели, потребительски ориентированной. И дело в том, что пандемия, она вот привела, приведя сначала, да, к резкому падению, значит, она потребовала снова экономического финансового стимулирования, чтобы экономика снова пошла вверх. И это, естественно, привело к тому, что во многом в Китае вернулись к инструментам вот такого искусственного финансового стимулирования. Это не очень хорошо. Но, с другой стороны, да, вот, как бы, китайская экономика показывает приличное достаточно восстановление, благодаря вот этим вот стимулирующим мерам. Это то, что вы называли, например, модели Си Цзиньпина? Да. Ну, там не только модель Си Цзиньпина, там много чего другого, да. Понятно. Ну, да, тему пандемии сложно просто обойти, поэтому вопрос был закономерен. Ну, я могу сказать такую вещь. Я не считаю, что пандемия, ну, смотри, опять же, как бы... Конечно. Она что-то фундаментально изменила, в общем. Я не считаю, что она что-то фундаментально изменила. Ну, закрылись границы, прекратилась мобильность какая-то... Нет, ну да, но потом они откроются. Потом они откроются. То есть вы считаете, что в долговременной перспективе это как-то, ну, не сильно отразится, и все-таки будет вот возврат к прежней нормальности? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Я не вижу, ну, ну, а что тут может быть? А что она поменяла? Ну, границы закрылись, они откроются. Ну, может быть, не так быстро, как казалось изначально, но потом они все равно откроются. Что мы все обратно уйдем в Zoom, все, и больше не вылезем из Zoom, но значит, человечество погибнет, если мы все будем сидеть в Zoom. Человечество погибнет, потому что вы не можете все время сидеть в Zoom, потому что вы утрачиваете контакт с реальностью. Это, кстати говоря, величайшее зло интернета, в принципе. Ну, это вот о чем вы говорили, что реальность перестала соответствовать картинке. Да, то есть картинка перестала соответствовать. Почему, кстати говоря, я не верю ни в какие, например, там, электронные тоталитаризмы и так далее. Потому что вы через интернет контролируете картинку. Но контролирует данную картинку даже в режиме реального времени. Совершенно не значит, что вы контролируете, так сказать, реальный процесс. По-настоящему происходящее. Да, происходящее. Поэтому это все как бы... Нет, пандемия в этом плане... Это был очень малоприятный и продолжается малоприятный, мягко говоря. Да, для многих людей трагический эпизод. Но с точки зрения как бы вот каких-то фундаментальных особенностей нашей жизни, я действительно не думаю, что это приведет к каким-то фундаментальным изменениям. Хорошо. Вот на этой прогрессивной ноте, на том, что мы все-таки будем возвращаться к нормальности, я хотела бы поблагодарить вас за ваше экспертное мнение, за очень интересный разговор. И напомнить нашим зрителям, что у нас в гостях был Михаил Владимирович Карпов, доцент школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики, НИО высшей школы экономики, наш замечательный собеседник. Спасибо большое за ваше мнение, за ваш разговор. Спасибо вам большое, спасибо, коллеги. До новых встреч, я надеюсь. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»